Дворца молодёжи В каком этапе идут работы? Ну, я думаю, уже сейчас ремонт движется к концу. Правая административная часть здания уже практически завершена. Есть какие-то маленькие корректировки, которые нужно внести. И у нас остаётся спортзал. Спортзал, в принципе, тоже уже практически готов. Остались раздевалки к спортзалу, душевые и коридор, который ведёт к спортзалу. В феврале, я думаю, мы уже будем открывать Дворец молодёжи. Поэтому всех жителей приглашаем на официальное открытие, которое будет ещё уточняться и будет описываться в газете, в сетях. Мы об этом расскажем обязательно. А если говорить о проекте, который изначально был создан, все помещения, которые Вы хотели включить, вошли? Да, помещения все вошли и вошло даже больше, чем планировалось. То есть сначала ремонт предполагал только административную часть здания, куда входили холл, фойе и второй этаж кабинеты. Ну вот спортзал, так как был отремонтирован в 2015 году, считалось, что ещё нет необходимости его ремонтировать. Но, к сожалению, выяснилось, что идёт промерзание стены. И спортзал покрывался плесенью, была влажность очень сильная и холодно было в зимнее время. Поэтому всё-таки его тоже включили в данный капитальный ремонт и значительно стало теплее, светлее. Уже косметический ремонт проведён. То есть здание полностью ремонтируется. Даже поменяли мы крышу над спортзалом. Поэтому можно сказать, что капитальный ремонт действительно стал капитальным. Все уголки, всё затронуто. И даже у нас благоустройство территории произведено. И мы же ещё и сделали дополнительные парковочные места возле Дворца молодёжи и детской поликлиники. Подъезд к Дворцу молодёжи немножко был затруднителен, потому что дорога была всегда перегружена. Теперь эта проблема решена. Родители спокойно привозят детей в детскую поликлинику, посещают Дворец молодёжи. То есть места для парковки уже достаточно. Не закончены некоторые участки на территории Дворца молодёжи. Это вот возле памятника есть ещё некоторые моменты, которые нужно доработать. Есть фасадные части здания и с тыльной стороны здания. Вот есть вроде бы понемногу-понемногу, но это будет продолжаться после того, как уже растает снег весной. Памятник у нас отреставрирован, стоит на своём месте. Вот только нужная облицовка именно педестала, где он стоит, гранитом необходимого. Не успели завершить, потому что начались уже холода. Вот это будет продолжаться весной, эти уличные работы. А само здание, я думаю, что в феврале нам уже застройщик сдаст. Несмотря на то, что ремонтные работы велись и ведутся, деятельность Дворца молодёжи не прекращается. Расскажите о итогах деятельности, что в данный момент делается. В течение года, конечно, были некоторые сложности, потому что действительно здание закрыто. Мы не могли проводить там какие-либо наши мероприятия, кружковую деятельность. Пришлось немножко приостановить, мы её переносили. Вот, допустим, патриотический клуб «Батыр» у нас занимался в здании МКДЦ в ДЮС США. В школах, в третьей школе, в четвёртой школе мы брали помещение. Ну, теперь, я думаю, с окончанием ремонта работать будет уже легче, потому что в своём здании работать всегда удобней. Кружковая деятельность начнётся, и даже не кружковая, скорее всего, у нас будет больше упор на клубы по интересам. То есть, допустим, в этом году мы хотели художественный вот такой клуб создать, театральный, вокальный, танцевальный, где сама же и молодёжь будет притягивать ребят, другую молодёжь, так скажем, и создавать такие клубы. Вот, хотелось бы попробовать вот начать с этого вот по окончанию, по завершению ремонта. Волонтёрские движения у нас, они всегда функционируют, как бы независимо от того, ремонт у нас или нет. Всегда ждём ребят, кто бы хотел вступить в волонтёрские движения. Патриотический клуб, юнармия, тоже вот всероссийское движение, которое набирает оборот год от года, поддерживается президентом России. И движение нужное, важное, поэтому призываю ребят, особенно старшеклассников, особенно тех, кто хотел бы дальше связать свою жизнь с военной службой, записаться в ряды юнармии. В прошлом году были проведены много мероприятий в новом формате, такие как пижамные вечеринки, фитнес-пати, дискотеки, молодёжные фестивали. То есть то, что ещё вроде бы мы не пробовали в нашем городе, появилась молодёжь, рабочая молодёжь, уже стали общаться с ней тесно. Есть предприятия, которые всегда идут на наши мероприятия, квесты мы проводили в этом году исторические, посвящённые флагу России, хорошие провели вообще автопробег, тоже рабочая молодёжь участвовала в дальнейшем с уборкой нашего родника. Ну, я думаю, что какие-то успехи мы уже имеем, уже молодёжь притягиваем. Конечно, хотелось бы больше видеть жителей города и района на наших мероприятиях. Есть такое, что очень мы готовимся, ждём, и иногда не оправдывают надежды именно по посещению. Ну, я думаю, что всё впереди, к нам уже начинают привыкать, будут знать о том, что есть такой у нас дворец молодёжи, который специально работает для того, чтобы наша молодёжь проводила интересный досуг. И мы сотрудничаем с ФОКом «Юность», не то что сотрудничаем, мы относимся к одному отделу, потому что мы, как братья, живём в одном, движемся в одном направлении, они приобщают жителей города и района к спорту. Мы ведём досуговую деятельность, поэтому мы взаимно работаем, сотрудничаем, что очень приятно. Вот даже когда наше здание было в ремонте, мы периодически пользовались ФОКом «Юность». Поэтому большое спасибо директору Ильдару Мазитовичу, замам, которые всегда охотно нам идут навстречу, всегда нам помогают в наших мероприятиях. Как Вы считаете, с чем связано то, что наше население не особо активно участвует в мероприятиях, проводимых специально для них? Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Может быть, у каждого своя причина на это. Но я думаю, что, наверное, ещё не привыкли, что ли, может быть, население, то, что вот есть такие мероприятия. То есть мероприятия во Дворце молодёжи, они были всегда. Просто, может быть, не оповещалось это, не были развиты так соцсети в то время. Сейчас уже мы через соцсети знаем обо всём, что творится в городе, в районе, в стране, в мире. Мы всё узнаём оттуда. Кто-то, может быть, не совсем ещё активно пользуется соцсетями, кто-то просто ленится. Ну, вот есть такой момент, что, наверное, немножко у нас население ленивое. Вывести на какое-либо мероприятие, это вот даже когда человек иногда вот бывает, говорит, да, я приду, или звонит, интересуется, но не доходит. Вот даже бывает так. Может, ну, у каждого, конечно, своя жизнь, свои проблемы могут возникать, но активность хотелось бы, конечно, повысить и вот обратиться к жителям нашего района. Будьте активны, посещайте мероприятия. Наши спортивные мероприятия очень интересные проходят. То есть вот я обращаю внимание, что и в спортивных мероприятиях, и в наших вот каких-то таких интерактивных мероприятиях участвуют одни и те же люди, одни и те же семьи. То есть есть определенные категории активных семей в городе. Вот они ходят везде, очень приятно за ними наблюдать. Там дети уже другие, они всегда такие позитивные, они радостные. Приятно наблюдать за этими семьями. А некоторые, может быть, утаиваются дома, потому что там, ну, имеют проблемы, или, может быть, между собой какие-то недомовки. Вот я считаю, что вот это как раз то место, ну, вот когда можно наладить отношения между собой, когда можно поднять настроение вообще всей семье. Прекрасное времяпровождение, оно только скрепляет семью. Поэтому дети безумно счастливы обычно бывают, если куда-то с родителями выходят на какую-то вот вечеринку, или это лыжня, или это веселые старты. Ну, вот я наблюдаю за детьми, и вот действительно эти дети просто скажут спасибо. И родителям нужно обратить внимание на это. Надо выбираться именно вместе, посещать эти, ну, любые. У нас достаточное доме мероприятий проводится в городе, можно посетить абсолютно любые. И не только нами. У нас отдел образования, управление образования проводит много мероприятий, отдел культуры. Ну, то есть на район работает очень много предприятий, очень много людей для того, чтобы наш город был постоянно вот в таких движениях, в каких-то событиях. Просто, наверное, жители не всегда это замечают. Вообще, как возникают идеи? Идеи? Ну, я вообще, наверное, большая фантазерка всегда, всегда ее была с детства. На ходу умела сочинять какие-то сказки. Поэтому я люблю, когда идеи приходят с головы. Обычно я не смотрю в интернете, не смотрю, что делают другие районы. Оно, допустим, если нужно провести какое-то мероприятие, просто об этом выходишь, думаешь, и когда-то тебя озарит, и думаешь, а если попробовать это в этом формате? Бывает, что вот случайно какие-то совпадения, ага, окажется, где-то такое уже проводилось. Но это вот прям точно случайно, потому что вот, ну, нет такой привычки, не смотрю, как делают другие. Потом мы делаем мозговой штурм, собираемся с сотрудниками, обсуждаем, бурно, собираемся с рабочей молодежью, так же обсуждаем, потом все это соединяем в одно. То есть это идеи вот такие совместные с отделом, с молодежью, со своими сотрудниками. Потому что, когда думает над одной вещью много человек, это уже вот какое-то, получается, продуктивное мероприятие. Один человек, он, как говорится, в поле не воин. Всегда нужна команда, которую бы могла создавать, которая могла бы сподвигать даже на какие-то новшества. Поэтому командная работа, она всегда приятна, всегда хороша. И вот этот командный дух, командную работу я бы хотела все время поддерживать, чтобы собирать возле себя единомышленников, так скажем. Поэтому вот еще обращение к молодежи. Если у вас есть какие-то идеи, если вы творческий человек, спортивный, творческий, или вот не обязательно даже, наверное, иметь какие-то суперталанты, но вы интересующийся человек. Вот мои двери открыты, я всегда готова любого человека выслушать и взять их идеи. И уже сейчас действительно приходит, обращается молодежь. Вот у кого-то есть грандиозные планы, там, написать какие-то проекты интересные. То есть мои сотрудники и вообще Дворец молодежи, мы всегда готовы помочь в любом направлении развиваться. Если молодежь готова развиваться, это только хорошо, благо. Какие-то акценты в деятельности, в планах, какие-то направления уже выбраны? В планах, да. После открытия Дворца молодежи, конечно, очень много планов в голове. Очень хотелось бы все это реализовать, и всегда хочется все это сделать быстро. Но, к сожалению, работа достаточно такая объемная у нас, подвижная. И не всегда на все хватает. После открытия Дворца молодежи, ну вот как я себе его представила, намечтала, так скажем, у нас обязательно должны быть клубы семей. Клуб молодой семьи. У нас уже мы сейчас открываем НКО, Совет отцов. То есть это вот все такая социальная сфера, это семья, это очень нужная вещь. То есть это молодые семьи мы должны поддерживать всячески, да. Молодых людей, которые еще не женаты, не замужни, подводить к тому, что нужно обязательно иметь семью полноценную, с детьми. И этот клуб, он как бы должен быть, я думаю, обязательно во Дворце молодежи для поддержания именно такого очень значимого важного, важного сфера для Башкирии, для Генаула, для России и вообще как семья. Потом я вижу такую, ну вот именно клубы по интересам, как я уже говорила, допустим, художественные кружки, да. Есть люди, которые просто мечтают научиться рисовать. Есть люди, которые умеют, но им вот негде себя показать, так скажем. Вот это вот как раз такой вид деятельности, куда вы можете прийти спокойно и либо показать себя, либо научиться. У нас будет девушка Алина Федосеева вести этот клуб, так скажем. Она сама прекрасно рисует, у нее картины выставляются в выставках, она участвует в конкурсах с ними. И рисование, это вот оно ведь не обязательно его брать как какой-то, ну вот это по сути это деятельность, которая где-то успокаивает, где-то сподвигает. Потому что вот красивый рисунок, вот его дома повесишь, на него смотришь, и вот душа радуется. То есть это какая-то и психология, с другой стороны. Вот кому-то вот необходимо общение, то есть вот это то место, куда можно прийти и начинать делать то, что, может быть, ты вообще никогда этим не занимался и не думал, что получится. Вот. Нужно себя пробовать, я думаю, везде. Вот танцы, пока есть такая загвоздка с танцами, вот хотелось бы латиноамериканские танцы у нас в Инауле открыть, бачата. Ну вот что-то такое новое направление. Было бы интересно мне еще открыть парные виды танцев, опять же, для молодых семей, для молодых пар, которые женились или собираются пожениться. Потом вот постарше категория, и может быть, совсем очень категория возраста постарше. Потому что парные танцы, они тоже необходимы где-то вот в парах, даже бывают какие-то, если идут бытовые размолвки, танец, это то, что тебя примерят. Тоже психология, с другой стороны. То есть мы охватываем много здесь направлений, это семья, это пара, это психология. Танец, он не просто танец, который мы видим на сцене, это он очень много себе там еще внутри таит. Поэтому, ну, очень много на самом деле мечт, желаний. Дай бог, чтобы все это осуществилось, и чтобы жителям, чтобы дворец молодежи прямо был постоянно в таком движении, чтобы там было людно. У нас есть, опять же, кинотеатр для того, чтобы поддерживать эту людность. Вот, я думаю, вот тоже было в прошлом году немножко тяжеловато работать в состоянии ремонта. То есть приходилось то закрываться, то открываться, какие-то фильмы мы теряли вот в процессе вот этих вот наших ремонтных работ. Ну, я думаю, по завершению уже ремонтных работ мы уже стабильно будем работать. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала директор Дворца молодежи Регина Хаматова. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин